здравствуйте дорогие мои сегодня с вами галина сегодня я постряпаю вареники с клубникой ведь у меня клубника ягоды дальше идет соль мука вода простая питьевая двоится будем заводить тесто пока в сторону убью я чашечку беру я простую водичку как вы знаете он раньше были конечно граненые стаканы они были вот у них одна мира было до рубчика 200 грамм а там потом чуть выше рубчика уже до верхушки 250 сейчас у нас идут разного стакана я взяла разная по объему я взяла вот за основу вот такой стакан значит берем воды мы обыкновенной можно охлажденной можно простой такой воды можно кипяченой охлажденной берем мы три четвертых стакана воды но это примерно так вот это вот половинка на вот одна вторая третья и четвертая ну вот так примерно я перелила вот сюда в этот стакан я выливаю а сюда мы будем добавлять муку значит три четвертых стакана воды добавлю я сюда а а можно то ли кое щепотку . соли сюда же мы разбиваем двоится два куриных яйца берем вилочку и будем размешивать воду лицо и соль все размешала я все дело берем муку берем наш стаканчик и будем два стакана муки нам надо короче сюда еще один и еще один стакан в сторону это все будем мы замешивать тесто так на теперь там муки на то наше тесто по моему оно должно быть не тугое а мягкое это когда натрую лапшу вы заводите там 3 то добавляете туда я еще добавила 5 столовых ложек это потому что жидковато это получилось муки но еще зависит от качества муки гликовина это хорошая значит это если нет то она получше значит придется добавлять подмешала я это у нас получается значит густую делайте такое твердое тесто если на лапшу вы добавляете 3 яйца 1 четвертую ложки воды 2 стакана муки соли не тянула должно быть густое твердое такое а это у вас должно быть мягонько на вареники все я откатала наш колобок сейчас я накрою это она быстро засыхает подсыхает его надо быстро быстро лепить так же как на лапшу я его так прикрыла сейчас пойдем ручки помоем и будем лепить наша наши вареники так будем мы с вами катать вареники то убираем сторонку пока колобочки туда знаете я хочу тут катать можно делать колбаской можно сделать выкатать квадратиками чем угодно можете сделать маленькая еще муки там и сторону уберем и колбаски хватит ровненько делаем наши колбаски гамки и ужигали на хрена кого берем колбаску так начинаем производно я попробую делать все не попробую сделаем я такие вареники не слишком маленькие приличные такие по размеру я в муке это все можно лепешкой выкатывать долетать потом кругляшки можно квадратики как хотите я по-быстрому тела по деревенске прикроем поехали первую партию сделаем тут немного будет на раз покушать пусть они у нас даже неровные будут вот тут удобные и для красоты и еще одну колбаску мы делаем вот такую колбаску уже начинает подхать так галя быстро быстро делаем вода у нас там должна уже закипеть вовсю во всю во всю и все и поехали будем катать скалочку все пошли раз два вот такой сравнительно оно тоненькое должно быть конечно не толстая и не такое тонкое уже чересчур как на лапшу но тоненькое так и сюда и все понемножку будем делать тоненькое можно потом встряхнуть муку вот вот налипим по пять штучек вот они у нас лепешки то хоть даже не ровные будут все поехали с орехами делать можно ложечкой можно ручкой она простая кубника без сахара безо всего так опа не катись берем так вот залепливаем хорошо они у нас не разошлись вареники то наши приварки вот все один пошел в следующий сказал заведующий вот так комочкой хорошо залепили красота так вот так вот так что смеешься инвалидный вареник за плоткой он не инвалид смеешься 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 прикольно пусть пусть посмеются кому прикольно смешно пусть смеются а что я вся муки удела уже наверно повариха трепуха стоит о муке вареники 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 вода вылазить оп 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 самое главное что вода закипела вареники вареники берем стороночку оп 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 что куда ты выкинул ладно не хочешь там быть значит мы тебя туда не закинем оп поехали вот так вот заехали что-то плывущее вот вот идем в стороночку все пошли отправим в сторонку все поехали у нас там уже кипит капи или не капи о будем потихонечку мы спускать о кипит уже я посолила я взяла специально такую кастрюльку широкую и будем это все потихонечку потихоньку ну сравнительно быстро вот сюда закинем они у нас плавали ну все оп что там у нас большой кстати клубника не дает тонуть сразу сразу клубника сплоть вот пошли первую фактику берем нашу шумовочку ну у нас тут вот видите они нет они не опустились на тоннышко это вот и пусть закипают закипят быстро они уже кипят и закипят минуты две три и все можно даже не закрывать крышкой вареники наши готовы берем шумовку эту ложечку дырочкой выкладываем выкладываем наши вареники они покипели вот после закипания пару минут и все видите целенькие и заплатка даже целая вот прямо хорошо вот так вот маленько чтобы они у нас не слеплить вообще хочу я сказать если вы вареники варите делайте начинку творог или овощную то вы когда выкладываете маслица сливочное добавляйте а вот такие как я делаю фруктовые или с ягодой их можно обсыпать сахаром а можно это со сметанкой можно подождать вообще они вкусные в холодном виде вот эти вот а тесто у рога мы с овощами их делать их можно кушать сразу горячими вот я взяла сметану домашнюю насыпала сахаром так вот перемешала обыкновенно можно сахарную пудру и можно поливать не поливать она у нас с сахаром я не стала прицепать их знаете они вкуснее когда они остынут ммм ай вкусняшка дорогие можно обсыпать сахаром пудрой а потом сметаной вот каждую это видите как объедение вот объедаловка праздник живота вот еще они у нас как раз и не слипнутся и они приостынут и они приостынут и не слипнутся и будете кушать видите какие варенички у нас получились вкусненькие ароматные сейчас мы попробуем там и сюда другие мои мне там еще одна осталась партийка я сейчас это делаю отварю попробуем любой вареничек можно так даже макнуть вкусненько вкусненько так а сахаром у ягодка в общем торги мои попробуйте можно с любой ягоды даже с фруктами все я вам показала сделала всем приятного аппетита пожалуйста подпишитесь на мой youtube канал рецепты мудрой мамы всем пока пока до новых встреч